Всем привет! Поиграла тут в Detroit Become Human и всё осознала. Все эти умные гаджеты, они почти как люди, и относиться к ним нужно соответственно. Вот, например, робот-пылесос. Раньше иду мимо, он едет, убирает. Я его ногой двину, ну, чтобы не мешал, и иду дальше по своим делам. А прикиньте, он потом едет к себе на базу и грустит. Возможно, даже плачет. Короче, постелила я ему бархатную подушечку и иногда беру с собой на ночь в кроватку. Хотя, если по чесноку, то и без всяких игр Samsung PowerBot VR7070 заслуживает подобного обращения. Я сейчас расскажу, почему. Обычно я начинаю с дизайна, ну, просто потому что так принято. Но, глядя на 70-70, хошь не хошь, а начнешь с внешности. 99% робососов выглядят как шайбы на колесиках разной высоты и диаметра. Самсунговский же пылесос выглядит реально как робот из киберпанк-фильма. Ну, или как его голова. А если присмотреться... Сделано это не только для того, чтобы порадовать внутреннего гика, но и для увеличения эффективности уборки. Хотя, об этом чуть позже. Есть ли у 70-70 минусы части дизайна? Крашки есть. Многовато глянцевого пластика, которое не только легко царапается, но и быстро покрывается пыльным налетом. А высота корпуса в сравнении с предшественником хоть и слегка уменьшилась, но все еще выше, чем у некоторых конкурентов. И это не позволяет заезжать ему под кресло дивана с низким клиренсом. Но тут сразу встает вопрос, а кого считать конкурентом? Ведь этот парень один из немногих роботов-пылесосов с циклонной системой. В обычных пылесосах циклон давно заменил классику, но вот в роботах-пылесосах его используют редко. Да, эффективность выше, но дорого, нужно заморачиваться с проектированием, да и корпус опять же нужно увеличивать. Вон у того же Дайсона робот получился высотой в дом, и при этом мощность всасывания у него около 20 ватт. Ровно такая же, как и в куда более компактном Самсунге. Короче, как говорится, все познается в сравнении. 70-70 далеко не первый робот-пылесос в моем доме, но, пожалуй, первый, после которого мне не приходится убирать. Конечно, вы сейчас начнете писать «проплачено Самсунгом» и вот это вот все, но я, ребятки, буду стоять на своем до последнего, ибо на моей стороне наука и факты. Факт номер один. Мощность всасывания, про которую я уже говорила. Она тут, кстати, автоматически регулируется в зависимости от покрытия. Например, пылесос врубает максималку, когда заезжает на ковер. В нормальном режиме она снижена вдвое. Ну и этого вполне хватает для качественной уборки. Есть и так называемый «тихий режим». Он подойдет для ежедневной фоновой уборки в вашем присутствии, ибо без него назвать этот пылесос тихим я не могу при всем желании. 77 дБ в пике – это дофига. Единственное «но» – на максимальной мощности время работы от батареи около получаса, поэтому если у вас много ковров или очень большая квартира, то одного заряда может и не хватить. Аппарат умеет прерывать уборку для подзарядки, довольно долгое, к слову, и продолжает с того места, где бросил. Тестировала в своей однушке, и после уборки всегда оставалось больше половины заряда. В трешке хватало впритык. И только раз боец не дотянул до базы и остановился на полпути, но задачу свою выполнил. Такой ужин этот корейский парень. Ограничением скорее может стать не аккумулятор, а емкость пылесборника. Он тут откровенно небольшой. На одну уборку не самой загаженной квартиры хватает, но очищать лучше каждый день, а то посреди второй уборки вас попросят очистить баки. Благо вынимается контейнер легко. Да и мусор внутри благодаря циклонной технологии сбит в компактный комок. А да, пылевой фильтр можно стирать. Факт номер два – конструкция щетки. Как вы могли заметить, большинство стен в вашей квартире прямые, они круглые. Ровно такая же история и с углами. В Самсунге это явно тоже заметили и сделали передок пылесоса плоским. Благодаря этому 70-ка всасывает пыль практически по всей ширине корпуса. В отличие от классических круглых робососов, которые забрасывают мусор и не всегда успешно, к центральной щетке при помощи двух лапок. Но настоящая магия начинается, когда пылесос подъезжает к стене. Выдвигается специальный скребок и выгребает из-под плинтуса вплотную. После чего пылесос возвращается и досасывает мусор. И я вам скажу, это то еще шоу, ребята, практически магия. Кстати, сама щетка из резины довольно удобно очищается от длинных волос. Под удобно я подразумеваю то, что вам не придется искать нож или ножницы. Факт номер три – крутая система навигации. Как определить крутость системы? Все просто. Смотрим на корпус, видим камеру или лидар. У 7070 как раз используется система с камерой, направленной в потолок. Благодаря этой самой камере пылесос встроит карту помещения, после чего перемещается по комнатам, как будто тут всю жизнь жил. Дополняется система навигации инфракрасными датчиками по периметру, способными по утверждению Самсунга определять даже маленькие предметы. И таки да, работает. За все время тестирования пылесос ни разу на полном ходу не въехал в ножку стула или стола. Подъезжал к ним чинно, благородно и эффектно огибал. Единственный минус, камера боится полной темноты. Пылесос продолжает убирать, но его поведение меняется в худшую сторону. Вообще это я так специально проверяла, ночью не лучше идеи убирать. Короче, с качеством уборки все хорошо, шумновато, но круто. А вот что с удобством? Тут Самсунг просто не мог подкачать. Ребята активно развивают собственную систему умного дома, и робот-пылесос, несомненно, одна из самых важных и заметных его частей. Из красивого, хоть и не лучшим образом, локализированного приложения SmartThings можно не только заценить построенную девайсом карту помещения, но и удаленно запускать уборку в различных режимах. Вручную управлять пылесосом, выбирать мощность всасывания, узнавать заряд, что-то с уборки. Туда же в приложение будут приходить оповещения о проблемах, мол, намотал кабель, застрял и так далее. Хотя я такое за все время пару раз видела. Имею, знаете ли, выработанную другими роботами-пылесосами привычку не оставлять шнурки и носки на полу. Еще один способ управления, кроме, само собой, кнопочек на корпусе, супер глянцевый, но симпатичный пультик два в одном. Он может все то же самое, что и приложение. Настройки отображаются на дисплее пылесоса, плюс лазерная указка, которой можно повелевать не только роботом, указывая место, куда ему нужно поехать, но и котом. Удобная штука. В комплект, кроме пульта, входит запасной фильтр, док-станция для зарядки с могучим блоком питания и, самое интересное, метр клейкой ленты маркера с расцветкой под ламинат. Ей можно пометить опасные для пылесоса места, и он туда не поедет. Например, камин, костер, агрессивный кот, диван, который сделан как будто специально для того, чтобы семидесятка там застряла. В двух словах. В комплекте все, что надо, но без излишеств, видеосменных частей или щеточки для чистки. С другой стороны, оно тут вроде и не надо. Итого, по качеству уборки и мощности всасывания, этот робот на данный момент один из лучших роботов-пылесосов на рынке. Если до этого я говорила, что робососы как бы для поддержания чистоты в доме между еженедельными уборками, то с этим парнем, работающим по графику каждый день, эти самые уборки можно существенно сократить и только раз в 2-3 недели ручным пылесосом залазить под те диваны и кресла, куда он не смог заехать. Но, как водится, у всего есть цена. И в данном случае это шум, небольшой контейнер для мусора, ну и, собственно, деньги. Стоит робот-пылесос недешево, особенно в сравнении с китайскими товарищами. Но гораздо дешевле американских коллег со схожими технологиями, силой всасывания и наворотами. Как там говорят технообзорщики, лучшие за свои деньги. Ну вот я перефразирую. PowerBot VR7070 лучший за вменяемые деньги. Самое время написать, что я продала и Самсунгу, и Xiaomi лучше. Ну а для всех остальных ставьте лайки, подписочки. И до скорых встреч на просторах Ютуба. Субтитры сделал DimaTorzok